В ночь с 18 на 19 января православные верующие будут встречать праздник Крещения Господня. Для тех, кто решил окунуться в этом году в священную прорубь, сотрудники дирекции благоустройства города оборудовали купель на Ореховом озере. Место для купания будет оснащено сеном и скамейками. Также сотрудники МЧС установят здесь теплые палатки для переодевания и обогрева. В этом году, как и в прошлом, все организовано с поправкой на пандемию. Сейчас все службы, все структурные подразделения задействованы в подготовке к данному мероприятию. Поэтому всех вечером приглашаем прийти и погрузиться в Иордань. Будут сположены натапливаемые палатки, туалеты, подъездные пути. Осуществляем будет пропускной режим. Со всеми рекомендациями, в принципе, надзор в палках будут установлены рециркуляторы и, соответственно, санитайзеры. Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о том, что крещенские купания можно совершать только в специально оборудованных для этого местах, где будут дежурить спасатели и врачи. В городе Рязани это Ореховое озеро, расположенное в лесопарке. Управление транспорта выпускает автобусы на маршрут от Площи Свободы до установки от лесопарка. Вокруг, соответственно, будут ходить два автобуса. Начало их, значит, работа с 10 часов, с 22.00 будут они функционировать, до 2 часов. Последний автобус будет уходить с озера Орехово в 2 часа ночи. В прошлом году было порядка 2 тысяч человек. И готовы принять и 5 тысяч человек. Специалисты советуют, что перед купанием в проруби необходимо разогреть свое тело, сделать разминку или пробежку. Прыжки в воду и погружение с головой не рекомендуется, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Герман Гущин, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».